коллеги всем здрасте сегодня у нас теоретическое занятие будем говорить про cookie bearer спасибо что смотрите спасибо что комментируете и так чтобы не затягивать давайте поговорим про тему тема у нас cookie bearer это не просто так это связано с аутентификацией это связано много с чем на самом потому что сами понятия они как бы имеют несколько вариантов использования собственно говоря мы про это сегодня поговорим ну и перед тем как начать я бы хотел вам рассказать анекдот который так или иначе подчеркнет тему которую я хочу сегодня поговорить так как не возлючит следующим образом подходит парень девушки пытается сделать комплимент и говорит твои глаза как выходные она в шоке не в доме и в недоумении смотрит на него смысле ну их смысле тоже два но вот собственно говоря по вот этому вот поводу что их тоже два cookies и bearer мы сегодня будем говорить и в общем надо понять что они мало между собой как связаны и давайте приступим и так что касается связи она действительно есть но наверное очень абстрактно и давайте мы сейчас начнем говорить а потом будет понятно и так куки судя по тому что пишется в википедии это небольшой фрагмент данных отправленный сервером и хранимый на компьютере пользователя веб-клиент это обычно браузер всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего сайта пытается этот фрагмент данных веб-серверу в составе http запроса ну так же это схема передачи токена на сервер то есть в запросе есть такой заголовок который называется куки и вот туда вот вот для этого сервера вот этот вот файл грубо говоря хранящийся на компьютере компьютере пользователя подгружается и данные с него отправляется в запрос но если говорить про http то это протокол протокол передачи данных который изначально задумывался как stateless то есть не имеющий состояние ты другими словами набор данных передавался на сервер получался обратно а в самом вот этом запросе никакого состояния о том что это был за сервер какая была форма то есть конкретная страница там то есть может быть какой-то любимый город да или там выбранные там любимая собака любимый цвет пользователя они передавались в куки но не хранились в запросе то есть грубо говоря если вы пнули на сервер какие-то данные то они могли долететь до сервера могли не долететь и для того чтобы сохранить эту информацию придумали такой формат какой-то грубо говоря это файл специально месте хранится на windows или там на linux неважно где который привязан конкретному сайту то есть если вы открыли сайт не знаю google точка ком то у вас подгрузились в каждый запрос подгружается данные из кука который подключен именно к этому серверу если вы открыли там колобонга . нет то у вас другой уже подключается кука они накапливаются они могут устаревать они могут удаляться автоматически они хранятся в по специальной папке они общедоступны могут изменяться как при запросе так и просто файле в общем в этом есть и плюс и минус и мы об этом поговорим что такое bear bear ну на самом деле очень малое описание что такое bear и чаще всего его путают ну давайте по порядку ну во первых bear это переводе с английского означает носитель предъявитель даже знаменосец есть такое понятие перевода и это тоже схема передачи токена на сервер ну тут даже не столько bear как схема как ну хотя наверно да наверно можно сказать что эта схема другими словами что bear это значимая часть заголовка авторизейшн то есть если вы отправляете на сервер запрос и сервер требует авторизацию то вам нужно подключить хедер который называется авторизейшн и в значимое то есть у хедера есть значение вот значение обычно начинается на слово bear после него идет пробел и после него идет уже сам токен то есть нужно чтобы нужно чтобы сервер знал что за токен он получает и тип у него bear ну а теперь давайте немножечко пробежимся по основным понятиям и так куки куки это способ передачи токена на сервер то есть в заголовке есть кук который куки который загружается из файла перейдется на сервер сервер их читает и обрабатывает дальше куки что такое куки это файл обыкновенный текстовой файл обычно небольшого размера который хранится на компьютере пользователя который автоматически подгружается браузером и отправляется на конкретный сайт есть конечно пользователь был на этом сайте также надо сказать что это название схема аутентификации если вы реализуете какой-нибудь сервер у него есть схема аутентификации несколько то одна из них может быть куки также куки что факт является переводом слова печенье да ну и теперь давайте про барр барр это собственно говоря тоже способ передачи токена на сервер но надо сказать что куки ну ладно поехали дальше в общем барр это префикс в заголовке аутентификации при отправке на сервер барр это тоже схема аутентификации хотя схем на самом деле много но об этом чуть позже ну и барр переносится как носитель переводится простите переводится как носитель и на самом деле вот не совсем это на мой взгляд очевидно давайте теперь давайте по теперь про плюс поговорим итак куки это относительно простая система аутентификации я где-то на канале снимал видео в кан я в описании положу ссылку да положу ссылку как это работает то есть в текстовой файл записать какие-то данные они могут быть в шифрованном или не шифрованном виде но в общем как раз наличие от этого кука в котором есть какие-то данные для конкретного сайта о конкретном пользователе может быть логин пароля может быть его цвет глаз может являться правилом того что пользователя аутентифицировал также существуют куки очень давно практически стоит у истоков то есть когда посмотрели что http протокол он stateless то есть не имеет состояния решили это состояние хранить ну для начала в куках потом asp.net придумал так называемый view стейт который он хранил в запросе в общем там хитрые штуки такие придумывали но тем не менее кук был у истоков и собственно до сих пор он используется ну и надо сказать что плюсом является то что кук автоматически подгружается браузером и передается в запросе на сервер автоматически автоматически да автоматически но на самом деле это и плюсы и минусы об этом чуть позже но еще кук хранит может информацию типа ключ значения соответственно для каждого сайта свои наборы ключей значений они могут юрархически там как-то варьироваться но тем не менее это ключ значения в текстовом виде в текстовом файле который автоматом подгружается и отправляется на сервер вместе с запросом что же касается bearer ну значит так существует несколько сценариев аутентификации так называемый authorization flow и для их типов для всех их используется bearer то есть bearer это тоже как бы такой ключ и да то есть это не сам токен а ключ чтобы сервер понял что ну это bearer и там нужно уже дальше смотреть собственно говоря bearer может иметь разные форматы то есть я могу передать как gvt то есть после авторизейшн написать в заголовок авторизейшн написать bearer пробел и gvt токен и могу создать свой собственный кастомный какой-то тип также написать bearer и в общем то написать любой токен который сервер распознает но надо понимать что это будет не совсем как bearer авторизация потому что все таки bearer имеет некоторые спецификации то есть ос 2.0 имеет некоторые спецификации и часть которых является это использование bearer теоретически я могу сделать header авторизейшн и напихать в него там единиц аннулей там порядка двух десятков там да для уверенности что много и на сервере просто их получить и тоже понять что пользователь авторизован то есть это как бы есть предопределенный стандарт который собственно говоря используется в разных авторизейшн флоу а есть рукописные на коленке в общем много таких тоже встречал и собственно они работают ничего в этом плохого нет главное чтобы было безопасно ну и bearer собственно говоря если вы используете gvt токен то он шифруется и при любом его изменении он становится невалидным и это дает большой плюс то есть изменить его никоим образом нельзя в отличии например от cookies ну и в общем то еще немаловажный плюс сам bearer сам вот этот вот значение этого токена может храниться собственно говоря и в куках которые помимо того что bearer имеет способ имеет возможность истекать то есть экспарит это значение то и cookies имеет экспарит то есть в общем можно истечь его дважды да в самом токене и в cookies ну это совсем уже такой не очень понятно наверное ладно поехали дальше смотрите есть и минусы на самом деле cookies они разные браузеры ну когда то их было очень много сейчас практически все одно работают там движки движки как то более менее универсализировались но раньше были разные браузеры у них были разные движки работали не по разному соответственно могли хранить разные размеры вот этих самых cookies ну у себя там внутри да где то там и на самом деле я помню были такие времена когда в кук напихиваешь какое-то количество информации открываешь другим браузер и кук не может прочитаться там не поврежут то есть ну конечно повреждения не было то что в него не влезала вся информация которую запихиваешь но это было на самом деле неприятно это минус в последнее время ну в общем нет такого количества информации которую нужно там хранить потому что как бы вот этот стейтлест отложился в микросервисной архитектуре и так или иначе все хранится на серверах но это уже другая история смотрите большой минус кука в том что его можно открыть изменить удалить добавить нужные значения прочитать как в самом браузере там на закладке devtools так и собственно сам файл открыть закрыть удалить в общем это большой минус и поэтому безопасную информацию то есть так сказать security связанную с безопасностью в общем хранить в нем не следы да там пароли какие-то или еще типа этого например там карты да банковские ну и минусом как собственно плюсом является в том что куки подключаются автоматически в запрос и если говорить про плюсы то не нужно никаких делать телодвижения если говорить про минусы то вне зависимости от того хотите вы или нет есть ли вам какой-нибудь браузер какой-нибудь плохой сайт подсунет какой-нибудь url другого браузера например альфа банка например или там гугла с вашим аутентификацией или какой-нибудь секретной информации там то этот кук подцепится и так же полетит вот это вот так называемая оси srf атаки которые ну чреват впоследствии то есть опять же не нужно в этих куках хранить небезопасную информацию но что касается bearer у него тоже есть минусы ну во первых так как его нужно вручную добавлять то есть явно в каждый запрос нужно запихивать вот этот самый header который называется авторизейшн и в него добавлять этот самый токен вот как я нарисовал авторизейшн равно bearer ну и токен собственно говоря это ну не то чтобы трудоемко но вот если не позаботитесь об этом то можно попасть в просаг ну и собственно говоря bearer это тип авторизации вернее даже ну даже не знаю наверное говорят bearer подразумевает ос 2.0 да то есть ос 2.0 это стандарт это спецификация и для того чтобы ос 2.0 работал нужно использовать bearer вот этот вот токен да то есть подставлять его в заголовок а сам bearer в общем то по большому счету к ос 2.0 никакого собственно говоря отношения на мой взгляд не имеет ну и раз вот это вот авторизейшн flow в которой bearer используется их существует несколько вариантов и они достаточно такие вот непростые да в реализации потому что ос 2.0 это собственно говоря делегирование полномочий на авторизацию пользователя то получается что если вы используете несколько вариантов авторизейшн flow да еще допустим cookies то вот это вот чехарда с этими подменами с этими настройками она очень сильно все она усложняет ну и допустим вас эта информация заинтересовала вы хотите узнать больше об этом я сделал в одном из своих видео который называется авторизейс basic прям пример который явно показывает как используется это cookies в частности в авторизации то есть авто аутентификации пользователя на странице если есть желание ссылка в описании посмотрите будет более понятно ну и собственно грел а берер я тоже сделал некоторые видео ролики в том числе authentication gvt берер который тоже также начиная с простого примера показывает как это использоваться может в концепции сп.net core приложение ну я думаю там что более понятно можно почитать посмотреть ну и смотрите на самом деле вот подходя к вопросу авторизации и аутентификации пользователя в частности существует несколько вариантов смотрите если у вас микросервисная система то там авторизация только bearer да там нет такого понятия чтоб сервисы хранили cookie на другой сервис и межсервисные запросы и клиенту сервер и сервис ту сервис так называемые запросы они как бы ну то есть разделяются на две части да если клиенту сервис то понятно у клиента есть клиентская часть у него есть браузер он его может содержать и в куках но тем не менее авторизоваться должен через bearer вот уже два принципа авторизации cookie и bearer но если сервис ту сервис то там в общем то только bearer и в другом в любом другом случае если у вас ваш пользователь ходит в вашу микросервисную систему и например в качестве клиента использует реакт какой-нибудь или там view или blazer в конце концов то то ваша микросервисная система в частности да обязательно потребует два типа авторизации то есть как сервис ту сервис да где не требуется никаких и собственно говоря cookies да то есть данные пользователь хранить на его компьютере ну и для примера я вот хочу показать что в не был фреймворке так называемом о котором много видео ссылка в описании кстати есть я сделал вот эту вот авторизацию на основе bearer да то есть ос 2.0 и плюс к ней еще добавил некоторые возможности по авторизации собственно говоря cookies давайте переключимся visual studio и я кратенько покажу что это такое и так для чистоты эксперимента давайте создадим новый проект я собственно миллион раз показывал как поставить этот шаблон в общем я его просто сейчас создам и быстренько покажу что в нем появилась новая ну это как дополнение к схеме к видео да это про это самый cookies и bearer сейчас студия установит зависимости и так что нового в шаблоне ну во первых я добавил некоторые фишки которые связаны с C-Sharp 9 ну это не важно важно вот что у нас есть настройка авторизации я думаю она сейчас откроется да она открылась и вот здесь вот в конфигурации самой аутентификации на сервере прописано теперь что у нас есть и cookie авторизация и identity сервер который GVT то есть и bearer и cookie уже работают они установлены в этот шаблон и в общем то это уже есть authentication login и logout которые собственно ведут на страницу аутентификации то есть это логин тот самый я в одном из видео показывал как это реализовано и в общем теперь собственно если вы используете этот шаблон шаблон у вас подключено будет сразу два варианта аутентификации пользователей и собственно говоря в настройках раньше был один клиент который был микросервис то есть между сервис то сервис задать свои понятия и свои настройки как вам будет удобно ну для примера собственно для чего этот шаблон создавался можете использовать его это собственно работает если потребуется более детальная информация о том как это работает пишите в комментариях я сниму видео покажу как это можно использовать хотя если поковыряться в канале ну в хорошем смысле да то на канале есть это видео и не один раз ну вот так вот давайте теперь вернемся обратно ну а собственно возвращаться то у нас то и не зачем единственное что я хочу сказать спасибо что смотрите как говорится спасибо за внимание пожалуйста посмотрите ссылки в описании на этом наверное собственно говоря все будет скучно пошлите деньги всем спасибо и пишите правильный код спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр